Всем привет, друзья! Сегодня занимаюсь чисткой компа, машинка офисная, ничего экзотического на ней не делают, какой-то есть чертежный софт, плюс Word, Excel и всякая мелочь. В общем, работа с документами. Из задачек хозяйка попросила сделать что-нибудь с офисом 2013, потому что у нее, я так понимаю, слетела активация, за что я эти офисы и не люблю. И, скорее всего, переставим на 2007, потому что у нее еще стоит тут OpenOffice, она говорит, я с ним намучилась, он кривой, нерабочий, попросила. Я ей предложил аналоги поставить, там OnlyOffice или LibreOffice. Она говорит, блин, лучше обычный Word, Excel. Ну, хорошо, ладно, сделаем. Так, дальше я смотрю, здесь есть менеджер браузеров, посмотрим, есть ли у нас злостный Яндекс. Вот у нас Яндекс, я смотрю, здесь один менеджер остался, а Яндекс уже давно нет, тоже снесем. Также она говорит, ей в хроме какой-то странный спам вылезает. Залез вот сюда в настройки хрома, здесь расширение, раздел. Ну, а вас, онлайн-секюрисы в прайсе, это я, наверное, поубираю. Это лишняя хреновина про всякие нахождения лучших цен. Скорее всего, это только мешает, выдает какие-то менюшки, не спросившись. Рутуб снесем, мидлбанки тоже странная штука, тоже снесем. Яндекс стартовый, даже не знаю, что лучше оставить. Ну, вот советник тоже, он рекламу выдает, хотя они вроде выключены, но смысл их тут плодить. Тоже поудаляем лишнее. Домашняя страница Mail.ru тоже не нужна. Рутуб тоже уберем. Крипто-про я бы включил, если им пользуются, так он, наверное, работает. Всякие авастцы в прайс, нафиг, нафиг. По антивирусу, я смотрю, а ВАЗ стоит. Циклинер я поменяю на ВАЗ дисклинер, потому что он не пытается залезть в какую-то автозагрузку. Ненадоедливый, в общем, на циклинер уже есть нарекания некоторые. Давайте сходим. Ну и так она просила в целом комп проверить, почистить. Пройдемся, может, раукиллером или АДВ-клинером чем-нибудь. Посмотрим. Так, циклинер сразу снесем. Я постараюсь действовать сегодня более последовательно, чем обычно, по порядку, чтобы никуда не торопиться. Давайте сразу ВАЗ. Ну, давайте я своего сайта скачаю. Надо же как-то про сайт рассказывать, рекламировать. Здесь у меня как раз ВАЗ и ВАЗ дисклинер, и заодно сейчас чистилки какие-нибудь. Так, по поиску вирусов. АДВ-клинер. Ну, давайте на сайт сходим. Рокклер тоже на сайт. Авторанс тоже посмотрим, что там в автозагрузке сидит. Чистка, настройка, оптимизация. Вот у нас ВАЗ дисклинер. Так, тут у нас АДВ-шечка, АДЛАЙС, сейчас. ВАЗ дисклинер. Не очень удобный у них сайт. У меня там есть прямая ссылка. Давайте попробуем по прямой ссылке. Так быстрее будет. Там у меня две кнопочки. Одна прямая ссылка на программу, вторая просто ведет на сайт, на котором вы уже можете посмотреть. Производитель что-то почитать про софт и так далее. Так. Загрузка. Куда он нас перекинет? Да примись ты уже, примись. Тут интернет, видимо, не очень шустрый. Другие загрузки. Портативный, 64-битный. Железо у нас. Восьмерка винда стоит. Core i3-2120, 4 гига памяти. Ну, в принципе, для восьмерки нормально. Если засунуть сюда твердотельник, то и десятка будет работать. Не очень шустро, но все-таки будет работать. Так, где у нас папка загрузки? Мне тоже интересно, блин. А вон она, папка загрузки. Интересно, там большая свалка или нет? Ой, чистенько, чистенько. Вообще приятно. Так, а ты у нас куда-то? Тоже в загрузке? Сохранить. Так, RowKillera, DWCleaner выкачали. Авторанс тоже заберем. Загрузки. Не очень шустрый тут интернет. Подтупливает процесс загрузки. Так, вот он. Давайте Portable. А, нет, не Portable. Я прям поставить ее хочу. Давайте нормальную версию скачаем. Сохранить. Так, это все можем позакрывать. В принципе, и с хромом уже лишнее выковырили. Я вообще люблю такие компы, где у человека все аккуратно. То есть, вот, пусть там, да, какая-то гадость ее наловили, там что-то, но, по крайней мере, видите, как красиво на рабочем столе. Все по полочкам, все разложено. Человек логичный. И по телефону очень клиентка адекватная. В общем, приятно, приятно работать. Так, и давайте еще, наверное, я хочу Highbeat Uninstaller все-таки. Я его не помню. На сайте нет. Я, по-моему, добавлял его все-таки на сайт. У меня там есть удалятор. Удалятор, удаление программ, Highbeat Uninstaller. Вот только не знаю, он мне портативную версию скачает или нет. Давайте портативную версию. Видите, как оно подлагивает в плане интернета, квадратиками все покрывается. Максимальное быстродействие сделаем. Скачивается 3 мегабайта, 4. Но сейчас он пока качается, у меня же скорость соединения падает, соответственно, начинает ступняк. Ладно, пусть будет баланс. Так, и в вид я хочу сделать расширение у файлов, чтобы вообще понимать, что тут творится. Так, извлечем сюда. А, еще, наверное, не знаю, получится, не получится. Офис, офис, офис. Это где-то... А, это было в программах на каждый день, по-моему. Седьмой офис валялся. Так. Забираем. А старый сейчас хайбит он инсталлером выковыриваем и все лишнее почистим. Ну, давай, родной, подготавливайся уже. Загрузки. Так. А где наш хайбит недокачанный? Ну-ка, покажись-ка. Извлечь. Не люблю такой вид, лучше табличка. Так, все нагляднее видно. Хайбит. Ай. Сейчас запустим от админа. А вот модули. Хочу антивирусы лишним модули поубирать. Потому что, как правило, у вас-то там куча всего ненужного ставится. Всякие бинг-бар мы потом разберемся. Так, сделаем изменить. Тут еще и SQL Server стоит. Вообще, наверное, из-за этого тупняк. Я думаю, можно вот так оставить. Защита почты, не знаю. Ну, пусть будет. Ладно, вот такой минимальный наборчик. Пусть оно пока меняет. Да, поехали. Пока у нас там офис качается, и у вас лишние модули у себя удалит. Ну, такое, 2-3 мегабайта в секунду. Правда, запросы долго уходят. Может, из-за роутера. Может, свитч какой-нибудь старый у них там на работе. Я пока ставил на паузу, чтобы вам не ждать. Значит, перезагрузим позже. Теперь у нас HiBiton Installer. Посмотрим, что мы отсюда можем. Ну, вот бинг-бар явно в помойку уходит. Apple Software Update не знаю. Напомнить позже. Вот в следующем веке обожаю. Это у них пунктик. Чуваки с юмором о вас делают. Ну, вот я смотрю, iTunes стоит. Ставили его не так давно. Десятый месяц двадцатого. Скорее всего, там у человека яблоко. Поэтому это не будем трогать. Farla is... E-Signin. Кто-то это, по-моему, то ли от каких-то порталов с закупок, то ли, блин, от приложений чертежных. В общем, не будем трогать. 365-й офис уберем. Новый ави. Тут видео-видеомонтаж. На наклад я смотрю. Нюанс Paperport. Это тоже что-то связанное то ли с яблоком, то ли с... А, это, по-моему, какой-то принтер и к нему приложение. Paperport. То ли кониками Нолта, то ли Xerox. У кого-то эта утилита есть. Она там со сканерами работает, и с принтерами. С Fnit, там, Altification Client. Это все тоже подключение там по удаленке. Или... SafeNet, это не подключение, это у нас работа с этими... с E-токенами, с ключами. С CP-шками. Ну, вот видите, какая-то специфика, типа Argo Server. У нее, видимо, на компе какая-то проба стоит для работы. Обновление драйверов устройств Windows Mobile. Это вообще очень странная штука. Аж 2014 года. Я думаю, это уже не нужно. Обновление для NVIDIA. 2014 год. Но Apple мы не будем трогать. Технокат экспресс. Помощник. Служба автоматического обновления программ. Типа Mail.ru, что ли. Ладно, не будем это трогать. Файлы поддержки. SQL. Тут вроде все ценное. PSBO Online. Это у нас банк. Промсвязь банк. PDF Creator. Это PDF-ный принтер. А OpenOffice еще удалим. Еще где-то 2000 какой-то там офис был. Не 365-й, а еще один есть офис. А вот еще KingSoftOffice. Я смотрю, здесь человек пытался все бесплатные, все бесплатные варианты поставить. Видимо, после того, как 13-й офис отвалился. А что-то я не вижу 13-го офиса. Может, это 365-й так выглядит. Странно. Либо какую-то сборку просто ставили. И сборка даже сюда не прописала. Ну-ка, давайте посмотрим, что там с Microsoft Office. А, это KingSoft. Понятно. Microsoft. Microsoft. Удаление. Почему мы не видим удаление? Ну-ка, а если в стандартную сходить? Штуку. Программы, компоненты. Ну, вот 365-й я только вижу. В общем, странно. Может, я, конечно, что-то не углядел, но, по-моему, я не вижу офиса 13-го, который тут стоит. Ну, ладно. Итак, бум. Так. Ну, собственно, то, что мы галочки поставили, удаляем это все хозяйство. Тут не так много. Сейчас, может, что-то будет спрашивать. Нажмем ему ОК. Технокат, плаги. Но это все по работе. OneNote у нас должен исчезнуть вместе с офисом. Мне все-таки про микросовский интересно. Ну-ка, расположение файла. Хочу туда сходить, посмотреть. Может, там какие-то... Офис 15-й. Ну, да. Но удаление отсюда, что-то не видно удаление. Причем его ставили недавно, что ли? Или это обновлялся он недавно? 11-е, 20-е. Ждем, в общем, пока удалится. Удалим запрошенные файлы. Ну, удалим, наверное, запрошенные файлы. То есть, это все-таки 365-й, что ли, был? Короче, непонятная какая-то штука магическая. Я надеюсь, что он ничего лишнего не сотрет. Так, они успешно удалили офис. Идем дальше. Пошел Open Office на удаление. Опять ждем. Так, вылезло менюшка менеджер браузеров. Удален. Дальше. Автоматически почистить остатки и сканировать. Advanced Scan не ставлю, потому что он может куда-то залезть, какие-то дебри, что-то лишнее потереть. Я стараюсь максимально безопасно стереть остатки. Поэтому Advanced не ставлю. Хотя у себя на компе ставил, терый, в общем-то, без проблем. Но я опасаюсь. Я стараюсь максимально аккуратно с клиентскими компами, чтобы ничего лишнего нигде не потерлось. И все проги, которые нужны для работы, они остались в живом, рабочем, хорошем состоянии. Ну, окей, да. После перезагрузки он обещает их дочистить до конца. У Google iOS даже ставили, я смотрю, прошку. Прикольно. Тут, конечно, интересно, кто eSignIn. Давайте попробуем поглядеть, кто это. Судя по тому, что он нашел Google, это какая-то штука, связанная с сертификатами цифровыми. Ну, в общем, оставляем. Я не думаю, что это какой-то злостный вредонос. Так, что-то у нас тут поудалялось. Мелочь еще сейчас посмотрю. Здесь вот графические примочки. Да, вот здесь можно анимацию, анимацию, анимированные. Эскизов оставляем. Пик не нужен. Затухание меню не нужно. Отбрасывание тени оставим. Содержимого окна. Отбрасывание отображения отображения. Сглаживание неровности. Скольжение не надо. Эффекта не надо. Вот так. Применились. Стало чуточку пошустрее. Так. Что у нас там дальше? Теперь на всякую гадость проверить ее в офис. Может, ребутнемся. Там мы и поставим седьмой офис после перезагрузки. Так. Загрузки. Кстати, странно, чем открывается. Наверное, пакет кодеков я тоже поставлю. Сейчас попробуем. Так. Коллайт. Это что ж такое? Это коллайт. Коллайт кодек пак. Так. Пакет кодеков. Скачать. Давайте какой-нибудь... Ну, я обычный мега вставлю. Давай, родной, выдай мне менюшку. Выдай мне менюшку. Долгий какой. Спасибо. Загрузки. 58 мегабайт. Ух, какой тормозной-то. Две минуты. Ну вот, две минуты уже лучше гораздо, чем час. Ждем. Осталась одна минута на скачивание. Пока пауза. А, хотя, в принципе, пусть качается. Пока можем автозапуск пробежаться, посмотреть, что там творится. И я еще хотел поставить Vice Discleaner тоже, чтобы все у нас быстрее работало. В принципе, всегда стандартный набор в плане чистки. Только приложения бывают эксклюзивные, экзотические. Приходится их гуглить, смотреть, насколько оно полезное приложение или нет. Стоит его с носителя оставить. Ну, давай Vice где-то. Вот, спасибо. Молодец, молодец, молодец. Так, а циклинер-то мы вынесли или нет? По-моему, вынесли. Так, завершить. Он половину выкачал. Нет, не тупит. Просто бывает, иногда он залипать начинает где-нибудь в конце. Какие-нибудь полнейшие килобайты качает. Здесь можно глубокую. Кукис у нас не стоит. То есть, пароли не потеряются в браузерах. Дождаться, что ли? Ладно, дождусь, пока докачается. И потом Vice запустим, посмотрим, что он тут насобирает. Так, пакетик у нас докачался. Все-таки я его, наверное, поставлю. Потому что MP4 тут у нас непонятно чем открывается. Пусть чем-нибудь нормальным открывается. Стандартные плееры из рук вон плохие. Не люблю их. В принципе, неплохо сторонний там VLC плеер. Ну или вот меди плеер классик. Все настройки в нем есть. Он маленький, легкий, шустрый. Весь функционал в нем доступен. Типа субтитров, типа нормализации громкости. Так, ран кода QuickTool нам не надо. Так, все, хром закрываем. Нам уже не нужен. Посмотрим, что у нас тут вайзенок ковыряет. Поехали проверяться. Проверять винду на мусор. Опять ждем. Опять для вас пауза. Я буду ждать. Так, ну тут прилично. Сейчас я что-то диски так и не посмотрел. 8876 файлов при 3 гигабайтах. Диски, диски, диски. Загрузка конфигурации. Обычные харды. 500 к основной. И дата и бакап. Второй диск. То есть твердотельников тут не стоит. Поэтому оно такое не шустрое. Ну, в принципе, ничего критичного я тут не трогал. Я так понимаю, комп еще и серваком подрабатывает. Для пары других компов. Так, ну поехали. Поехали чиститься. Опять пока паузу. Так, все. Мы потерли. Должно быть пошустрее. Пройдемся по автозапуску. С авастом понятно. Классик понятно. iTunes хлоппер оставляем. Технокат плагин. Какие-то примочки к спецпроеку, который здесь стоит. Остатки. Транслятор. Браузер менеджер. Уже его снесли. Муави сьют агент. Вот тут тоже как бы вопрос, нафига он нужен. Уберем галочку. Пока не будем сносить. Здесь у нас кто? FlexNet. Какая-то прога. Акраса софтвей менеджер. Не могу ничего сказать. Не буду трогать. Может быть что-то из рабочего. Amazon какой-то. Configuration. Google Chrome, которого уже нет. Adobe Reader User Settings. Блин. Не знаю, зачем он нужен в принципе. Для Adobe Reader какие-то штуки в автозагрузке. Надо. Открыл. Работает. Тоже вот это да. Что-то, что уже нет давно. мкфит. Руки. Паспорт. Какая-то штука. От мкфи что-то ставили. И оно за собой не потерло до конца. Да и в принципе особо здесь убирать не надо. САК монитор. Это от ключа банковского скорее всего. Windows Mobile Device Center. Ну, мне кажется, это уже не актуально. Мы же его вроде удаляли. Это по-моему под старые мобилки было. Windows Mobile. Центр устройств Windows Mobile. Давайте загуглим, что он у нас делает. По-моему, это уже все устарело давно. Центр устройств Windows Mobile. Ну да. Да, это уже, блин, миллион лет этой штуки. Что-то я его пропустил. А, то есть он не дает, да? Он считает, что у нас что-то чем-то оно занято. Вот засранцы. Так, а где у нас наш хайбит? Давайте через него попробуем. Центр, центр, центр. Отсюда вот нормально запускается. Это, кстати, косяк такой. Он в семерках и в восьмерках такой косят, когда какое-то приложение, видимо, в Винде не сообщает, что оно уже закончило свой процесс удаления. И ты пытаешься удалить еще следующее. Он говорит, а какой-то инсталлер занят. Типа, отстаньте от меня. И приходится перезагружаться, потом удалять. В этом плане, конечно, я поддерживаю тему в Windows в десятке приложений, которые ставятся так же, как в Apple, так же, как в Android. То есть, когда просто у Windows есть приложение, и ты даже не выбираешь папки установки, оно куда-то там ставится и все. И удаляется так же по одному клику. Просто убрал значок, удалил приложение. Отстань. Удаляй. Посканируем остаточки. Ну и все, да, лишнее снесли. Так, что нам еще? Автозапуск мы пробежали. В общем, ничего такого не нашли. Ну, он, Brother. Это от принтера. Нам тоже не надо. Movavia Suite Agent я убрал, чтобы ресурсы не занимал. Intel, Sistray, ну вот эта вот штука, не знаю, надо она, не надо. Что она дает? Smart Connect вряд ли ей кто-то пользуется. Ой, еще какая-то функция с мастером настройки. Непрерывное обновление компьютера обеспечения. Нет, это нам точно не надо. Да, закрою и вот так, и отсюда ее уберем. Не нужна. Так, хорошо. Значит, теперь у нас поковыряем ADV Cleaner. Посмотрим, что найдется, не найдется. Или давайте офис, что ли, зафигачим установку. А что у нас, кстати, с офисом, который 2013-й, он закончился или нет? А, все-таки он закончился. Тот самый, который 365-й, был 2013-м. Хорошо. Хорошо. Она такая тихая установка, ничего спрашивать не будет. Так что проще мне на паузу поставить и дождаться, пока она поставится. Ага, папка недоступна. Очень интересно. C-users, user01, tempo. А почему она недоступна, кстати? Ну-ка. C-пользователи, user01. В апдату мы так попробуем попасть. Local и temp. Ой, какие тут темпы-то забавные. TempTaskUpdate, tempTaskUpdate. Что-то вообще непонятное. А у нас тут что-то распаковалось, но, видимо, не все, что хотелось. Так, ладно. Попробуем поудалять. А, то есть у нас что, у нас еще и прав администратор, что ли, нет? Причем какая-то папка очень-очень-очень странная. Ну-ка, безопасность. Что у нас в безопасности? Дополнительно. Продолжить. А какой у нас пользователь, кстати? Ну-ка, что у нас с пользователями? А, мы и пользователей даже не посмотрим. Не понял, почему. Windows 8.1. Она вроде не домашняя. Администратора. Ладно, ладно. Так, он нас сюда пустил, но что здесь творится, непонятно. Это что-то от Яндекса какие-то. Какая-то гадость. Может, это то же самое, что в почте и вылезало непонятности какие-то. Человек какие-то ошибки там выковыривались. Ну, пропустить. А все остальное-то удалится. Может, какая-то дрянь, конечно, сидит. Потому что вот эти штуки меня вообще смущают. МС, ВЦП, еще что-то. Так, ну ладно. Это мы можем сделать. Давайте попробуем еще раз. Посмотрим, что в этой папке появится. Может, от админа надо было запускать. Странно. То есть, она куда-то распаковывается, но куда непонятно. C, пользователь, юзер, апдата, локал, темп, рар, блин, странно. Ну ладно, бывают глюки, бывают ошибки. Давайте просто его тупо извлечем. Можно так поставить. Не принципиально. Может, тут что-то с путями нарушено. Ну-ка, а что у нас с путями? Давайте пути проверим. Дополнительные параметры системы, переменные среды, куда у нас ведет путь. Давайте его вот так перепишем. Пусть он падает куда-нибудь на C в папочку темп. Это будет гораздо проще. Должно лучше работать. Что еще в переменных средах? Station файл, какой-то лог. Но это, видимо, тут, видите, еще сервак стоит. Тут, может, еще с ним что-то связано. Не хочется это дело нарушать. Так. Окей. Но я думаю, переписывание темпов особо ничего не поменяет. А это вообще пятнадцатый год файлы. Чего они тут делают? Дата изменения. Это настолько все лохматое. Причем они тут... Ну ладно. В принципе, это не принципиально, судя по тому, что это дико давние года. Я даже не буду с этим барахтаться и пытаться тут стереть файлики. Они почти ничего не весят. Просто сейчас долгое будет ковыряние в настройках безопасности, чтобы дать права на эти файлы. Потому что вон их тут нет особо прав. Систему, все пакеты приложений. Оставим их в покое. Так, офис у нас вроде есть. Теперь ему не надо будет распаковываться. Он сразу отсюда, в принципе, должен спроситься, поставиться. Вот сейчас, видимо, куда-то во временную папочку все-таки распаковывается. Пойдем проверим, куда оно туда распаковывается. А, ну вот, затапчики тут всякие пошли. Нормально, вроде нормально. В принципе, процесс будет... Либо он сейчас еще одно менюшку выдаст, либо он просто все поставит и все. А можем мы только наблюдать вот здесь за процессом. Windows Desktop Search Support Niuance. Блин, ресурсов он много там кушал. Это от этого, от принтера, от сканера. Он установщик Windows. Ну все, значит ждем. Скоро прилетит нам офис свежий. И потом будем запускать. Давайте сходим сразу в Wcleaner запустим. Нет, давайте от админа. Согласен. В принципе, пока оно там ставится, можно, я думаю, и проверочку запустить. Но будет чуть-чуть дольше устанавливаться. Ждем, пока тут офис не появится. Так, и Вайз у меня где-то поставлен, да? Вот он. Сюда в уголок сделаем, на другую сторону. Поехали. Ждем сейчас. О, скачем баз данных. Ну все, ждем окончания проверки и посмотрим результат. Кое-что нашло. Сейчас посмотрим, что тут наковырялось у нас радостного. Радостного. Amazon. Опционал. Amazon OneButton. Какая-то кнопочка от Амазона. Тоже Amazon Assistant. Amiga. Та еще помойка. Тоже какой-то optional assistant. Тоже Amazon Assistant. Либо это кто-то косит под Амазон. Amiga, понятно, помойка. Так, этих не будем трогать. Так. Task Free Mail.ru Updater. В принципе, его можно тоже в помойку отправить. Mail.ru компоненты. Ну не нравится он. Я думаю, через браузер нормально зайдут. По-моему, в Яндексе вообще почта. И Mail.ru тут это какие-то ошметки, остатки. Mail.ru агенты. MediaGet помойка. Search Go тоже какая-то помойка. Или Search HQ. Как, короче, какая-то дрянь. Search Go. И Slim Cleaner Plus. Тоже какая-то утилита, которая, видимо, вредоносная, но косит под какую-то полезную. Типа она что-то чистит на компе. В принципе, все это можно тупо в очистку отправить. Все, сейчас мы это и сделаем. Так, посмотрим, как у нас офис прилетел. Не прилетел. Так, прилетел. Сейчас проверим, что они у нас оба стартуют. И Word, и Excel. И там еще окей. Ему надо будет ткнуть разик. Так, Excel запускается. Ничего не говорит. Здесь уберем галочку. Сделаем окей. Все, в принципе, с Word вопрос. Вроде закрыт. И все это дело в карантин. Отправляем. Давай, поехали. GoSearch какой-то там. Какая-то непонятная дрянь. И, в принципе, остается только, наверное, RawKiller'ом пробежать систему и перезагрузиться, посмотреть, что все стартует, попросить хозяйку проверить. Он не просит больше перезагрузки. Раньше просил в обязаловку. И давайте, RawKiller' наш посмотрим. Может быть, он найдет чуть больше. В принципе, наверное, я еще хотел бы выкачать DrWebCureEat и оставить им на часик-полтора. Пусть систему проверит. А потом мне клиент просто скинет скриншот в WhatsApp с тем, что там антивирус. Нашел он что-нибудь, не нашел он что-нибудь? Если нашел, тогда еще дополнительно залезу, посмотрю, что он там нашел. Ну, если я не нашел, то и прекрасно. Так, нам нужен CurieEat. В принципе, у меня на сайте тоже есть прямые ссылки. Да не нужен нам перевод DrWeb. Так. Здесь где-то внизу было. Вот оно, скачать. Curie для дома. Согласен. Конечно, согласен. А что, варианты разве есть? Если галочки убрать, оно просто не запустится и работать не будет. Ну, в смысле, они его не дадут скачать, если не ставить галочки. 226 мегабайт. Ну, прилично ждать по времени. Я думаю, можно пока мы это все дело ждем. Так. Уйди отсюда. Последний будем закрывать. Пусть оно пока качается. Предлагаю запустить проверку. И как раз у нас там, глядишь, шикерит докачается. А уж он будет без меня проверять. Просто на запуск оставлю его. И потом по результатам фотку мне скинут. Ну, что, поехали смотреть. Так, а варианты сканирования, где он у нас? Quick, Custom, Standard. Ну, если учесть, что у нас еще антивирусы, то будет все шуршать. Ну, давайте обычный старт. Если что, дождемся не так, что тут много времени. Пусть проверяется. Там уже половинка скачалась. Все, ставлю паузу и смотрим потом результат. Ура, он допроверялся. Не очень быстро пришлось подождать минут 15-20. На этот пока на пикабушке позависал. Пока процесс шел. Давайте посмотрим, что у нас тут. Я понимаю, что вам, конечно, вообще мелко ничего не видно. Какой-то апдейт сервис. Опять Mail.ru. Понятно. Уходит в помойку. SV, Doom, Monitor, Sys. Кто-то такой непонятный. Мой Information. Что там он? Сервис даже какой-то. Тут сложный вопрос. Может, под что-то для какой-то программы пригодится эта штука. Попробовал загуглить эту фиговину. Непонятная вещь. Чего он делает, тоже непонятно. Я так понимаю, про него особо никто не знает. Я просто подозреваю, что это может относиться к какой-то проге, который здесь стоит для черчения, еще для чего-то. Это, в общем, какая-то рабочая программа. И есть подозрения. Короче, ничего, да. Ладно, тогда, 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 драйверс, SVD. Так, а мы можем как-то это все... Ладно, пойдем дальше. В принципе, мы можем отдельно или просто антивирусу это отдать. Если антивирус на него не среагирует, то тогда оставим. Все равно я хотел кьюритом проходиться. Можем попробовать эту штуку пробить. Правда, тут особо неудобно ее находить. Так, System32 у нас. Потом драйвера. Windows System32. Drivers, drivers, drivers. SVD. SVD. Что-то она ее вообще не видит. SVDU. SVDU. Что-то нет. Ну ладно, может быть, в параметрах тут не все отображается. Давайте так сделаем. Может, это запись в реестре, потому что, я так понимаю, файла уже нет. Мы находимся в том месте. Windows System32. Drivers. SVDU. Монитор. SVDU. Ну вот, я не вижу тут SVDU. На S все заканчивается. SVDU. Ну и все, SVDU нет. То есть, видимо, это какая-то старая запись. Ну, тогда можем ее оставить, пусть удаляет. Но он и показывает, видимо, что файла уже нет. Давно. Опять записи в реестре. Mail.ru, 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 mail.ru. В общем, самая большая помойка. Это у нас mail.ru. Опять SVDU. Монитор. Опять, опять, файл уже не существует. Автокмс. КМС-ку я не буду трогать. Активатор. Так. Дальше у нас mail.ru, mail.ru. В профиле какая-то непонятная штука. Наш. Наш. Дэш. Шесть. Ха-два. Какая-то фигня непонятная. Firefox. Конфиг. И здесь какой-то тоже. Prevs. Дефаут. В общем, в принципе, все можно это удалять. Настройки безопасности. Chrome. Конфиг. Тоже. Все. Я думаю, можно ремовал делать. Так. Почистили. Ну и теперь я кьюрит запущу. Пусть он пойдет в проверочку. Зайдем в загрузки. И надо обратно вернуть параметры. Загрузки. Загрузки. Вид. Параметры. Вид. Скрывать. Ай-яй-яй. Так. Скрывать защищенный. Не показывать. Вот так вот. Есть. 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 Ну и поехали в кьюрит запущу. Скаты им не админа. Или давайте я перезагружусь, чтобы знать, что все окей. Никаких ошибок после рестарта не вываливается. И тогда будем пробовать. Запускать кьюрит. Пусть проверяется. Ну и где? Печально долгий товарищ. И вот непонятно, что-то запустилось, не запустилось. Или оно тупит. Или оно нам сейчас что-то выдаст. Так, ладно, уходим в перезагрузку, а там тогда посмотрим. Или все-таки он пытается запуститься. Или он в процессе запуска. Непонятно, что происходит. Что-то об ошибках. Я так понимаю, проводник, типа, внезапно сдох. В процессы, что ли, посмотреть. Либо все-таки давайте ребутнемся и попробуем кьюрит еще раз запустить. Посмотрим, что будет. Так, где у нас тут перезагрузить? Удаленный комп. Обычная. Поехали. Забавно, у них тут менюшечка на заставке. Ладно, сейчас попрошу пароль набить. О, пароль мне уже вбили. Он там какой-то номинальный. Типа нолик или единичка или что-то такое. Так, ну что, сходим еще раз. Попробуем кьюрит запустить. Если не захочет и будет ошибки выкидывать, тогда посмотрю, что там в процессах у нас вообще творится. Каким-то процесс хакером. Либо, может быть, тут что-то с безопасностью. То есть, будем пробовать запускать не доктор Вебину, а можно Касперского скачать. Removal Tool. Ну где? Я жду менюшку на ОК. Пока нету. Ура! Ну, видимо, минус в том, что тут диск обычно нетвердотельный. Тогда было бы быстрее. Вот он только что догадался. Он, видимо, еще процесс и службы свои догружал там. Все остальное. Давай, родной. Покажи нам оболочку кьюрита. Ура! Долго думал, открылся. Так, я согласен. Продолжить. Выбрать объекты для проверки. Да, в принципе, я бы, наверное, все выбрал. Пусть все пролетит. Ну, или пробежит, проползет. Я не знаю, тут как получится. Точки восстановления, временные файлы. Да, пусть все прошуршит. А там посмотрим по результатам, что он нам покажет. Пришлют мне скриншотик. Ну и, в общем-то, все, друзья. На сегодня никакой глобальной гадости мы тут не нашли. Так, какой-то мелкий мусор, остатки ошметки, плагины в хроме. Надеюсь, чем-то видео было вам полезным. Я рад, что вы их смотрите. Всем спасибо. Пока. До новых видосов. Отключаюсь.